Я делаю для вас расклад под названием «Новогодняя звезда». Это психоанализ для ревизии своей души, чтобы иметь в будущем, в новом году, какой-либо успех. Итак, первая позиция. Какой урок важно извлечь вам из уходящего года? Какой урок важно вам извлечь из уходящего года? По карте справедливости. Учиться быть честным с самим собой. Учиться справедливости. Учиться, смотрите, девушка тут глядит в себя, в отражении воды, да, и держит весы. Но эти весы держит она на мече. Это карта правосудия. Это карта, которая говорит о том, что то, что вы делали, возможно, негативного, обязательно по вам ударит. И вы должны вынести из этого урок, если вы испытывали какой-то бумеранг в прошлом году. Очень серьезная карта. Карта, которая говорит о том, что в первую очередь нужно научиться быть честным с самим собой. Нужно называть вещи своими именами. Вторая позиция. Что надо оставить в уходящем году? Что вам надо оставить в уходящем году? Туз жезлов. Оставить свои нерегулируемые страсти. Оставить ту страсть, которая вас изматывала. Оставить ту боль, которая вас сжигала изнутри. С ней нужно расстаться. Оставить ту энергию, которая вас двигала на какие-то необдуманные поступки. Серьезная карта. Смотрите, тоже. Третья позиция. Что взять с собой в Новый год? А что вам взять с собой в Новый год? Из прошлого опыта, да? Что вам взять с собой в Новый год? А не тузы. Деньги берите с собой. Туз-финтакли. Берите деньги. Берите всё самое ценное, что вы приобрели. Тут, конечно же, имеется в виду духовное. Но, вы знаете, материальное тоже. Берите с собой то, что вы считаете ценным. То, чего вы наработали. То, чего вы приобрели. Это ваше. Это для вас. То, что сделано своим трудом. Может быть, своими руками. Может быть, при помощи своих проработки каких-то душевных качеств. То, что ценность, а вы наверняка знаете, какую ценность вы приобрели внутри себя. Вот постарайтесь это, пожалуйста, не потерять. Я вам искренне этого желаю. Чего я жду в Новом году? Для вас позиция карт. Чего я жду в Новом году? Сейчас узнаем, чего вы ждёте. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Девять мечей карта говорит о том, что вы единственный человек, который сам себя в чём-то ограничивает. Да. То есть, возможности вселенной безграничны. Вселенная готова наполнить вас потенциалом. Вселенная готова вам дать всё. Но вы не берёте по тем или иным причинам, в силу какого-то, может быть, непонимания, в силу каких-то, может быть, непроработанных проблем, вы не берёте то, что предлагает вам Вселенная. И вы чувствуете неуверенность в себе. У вас, возможно, страдает самооценка. И вы так и думаете, ну вот так ещё один год, знаете, вот люди по этой карте сейчас думают, ну вот ещё один год мучений и страданий. Мои дорогие, прекращаем, прекращаем вибрировать на низких частотах. Прорабатываем благодарность к Вселенной, к себе. Прорабатываем любовь к себе в первую очередь, потому что мы часть этой Вселенной и к этому миру. И вот эту карту я желаю никому не получать и не чувствовать внутри себя. Пятая, последняя позиция. Что надо делать, чтобы желания оправдались? Что вам надо делать, чтобы ваши желания оправдались? Мечтать. Смотрите, карта звёзды, старший аркан. Мечтать, мечтать, развиваться духовно, смотреть на звёзды. Вы знаете, смотреть на звёзды – это не такое уж и ненужное занятие. Смотреть на звёзды очень важно, дабы ощутить себя частью этой Вселенной, дабы очутиться в моменте здесь и сейчас. Медитируйте на звёзды, медитируйте на ночное небо, медитируйте на свои мечты и их реализацию. Смотрите, на дне колоды подсказочка «Шесть Пентаклей». Вас ждёт какое-то вознаграждение и какая-то прибыль. Это в заключении. С Новым Годом! Всем пока-пока! С Новым Годом!